А какое слово скажите, пожалуйста? 21 июня 2021 года, московское время 17 часов 30 минут, Россия, Евпатория, магазин Портуна. Сотрудник охраны не желает признавать, что у женщины маска. Что будем делать? Вы отказываетесь обслуживать покупателя. Что вы должны в этих случаях делать? Покупатель заявляет о том, что у него существуют средства защиты. В таком виде. У вас есть сертификат, вы проходили обучение, как отличать маску, не отличать. Соответственно, в данном случае мы должны что сделать? Позвать старшего, либо позвать полицию, либо позвонить в Росстрахнадзор или Роспотребнадзор. Я могу пригласить в Минск. Давайте по инструкции. Вы же не в состоянии разрулить эту ситуацию. Давайте приглашаем старшего по магазину. Мы же вежливо, пока. Спасибо большое. Вы готовы дальше продолжать? Пока, конечно. Хорошо. Вы спросите? Да. У нас одна маска на двоих. А, у вас одна маска на двоих. Передадут. Потом передадут. Ну, в принципе, это ваше право, конечно же. Это моя пеленка. Да, пока. Паузу поставим. Нет, я о другом. Я о другом. Идет видеозапись. Я должен предупредить, что ведется видеозапись. Ну, маску все равно надо надеть. А же, вот вы в маске. Вы же ее не надеете. Сейчас разговор. Смотрите. Давайте я сейчас чуть выйду сюда. Я помогаю данным женщинам. Хорошо. Я смотрю, что начался прессинг. И нужно, думаю, по-граждански подойти. По-граждански, думаю, подойти. Вот эта масочка, которая одевается на уши. Я могу за уши пеленку подвязать. У вас одноразовая, простите? Могу одноразовая. Я могу когда-нибудь надеть одноразовую. Оксана, как у вас по отчеству? Вячеславовна. Оксана Вячеславовна. Вот сейчас камера фиксирует, что вы лично являетесь старшим по смене. Я не знаю приказы, кем вы являетесь. Поэтому пока вы представились здесь старшим по магазину. Вы сейчас нарушаете... Я не знаю, кто вы. Готовы приказ сейчас принести, чтобы доказать, кто вы. Ну, администратор был. Ну, вот администратор был. Вот камера сейчас фиксирует. Ваш магазин будет оштрафован. Вы неправильно носите маску. Могу вообще без маски. Вы не в детском саду находитесь. Это вы будете с мужем и так далее. Я могу вообще быть без маски сейчас. Да, но если вы не покупаете товары... Если я не покупаю, я выступаю гражданским защитником этих прекрасных женщин. Вы сейчас лично показываете пример персоналу, как нужно дурить покупателей, сами не соблюдая режим и заставляя граждан одевать маски. Это не мы заставляем. У вас нос не закрыт маской сейчас. Что значит, пожалуйста? Камера зафиксировала. Значит, нигде не написано, что мы должны идти вам навстречу. Значит, девушки забыли маски. Девушки забыли маски. Вы получать будете. У вас есть маска? Вы можете предоставить маски? К сожалению, я свою маску купила. Причем тут своем? То есть у вас в магазине такой услуги нет. Фортуна, бедный магазин, не в состоянии... Фортуна... Ну, вы за Фортуну не в состоянии отвечать, правильно? Я фиксирую, что Фортуна не в состоянии обеспечить одноразовыми масками. Ну, наверное, такие жлобы хозяева или акционеры. Ну, я не знаю, что. То есть нравится, чтобы Фортуну постоянно полоскали в сети. Но мы сделаем следующий трюк, дорогие друзья. Поскольку доказывает что-либо... Поскольку существует абсолютная правовая безграмотность сотрудников магазина, которая готова сами нарушать режим, масочный режим, и при этом удовлетворять свои эгоистические амбиции, а точнее это приказы сверху, но люди говорят, мы исполнители, мы будем делать, как вам сказали. Я сейчас масочку одену, будьте любезны, обслужите. Вы слишком много задаете вопросов. Будьте любезны, пробейте вот эти вещи. Вы что, совпадаете тогда вещи, я плачу. Вы что, совсем что ли? Пробейте вот это дело, а как это упакуется, я разберусь. Это будет следующий шаг. Будьте любезны, оформите эти сейчас продукты. Что? Если нам разрешат. Пробить продукты. Так, дорогие друзья, доставайте камеры, записывайте, ничего не бойтесь. Если к вам будут применять силу, скажите, что если вы до меня дотронетесь, вы окажете сопротивление. Единственное, что могут сделать сотрудники магазина и вообще какие-либо сотрудники, это пригласить сотрудников правоохранительных органов. Если этого они не делают, это значит, что рельсы у них в пушку. Значит, я сейчас одену маску. И, конечно же, сотрудник безопасности понимает, что ситуация накаляется, и нужно это дело разрядить. И шепнул на ушко кассиру, говорит, оформите этого гражданина. Правильно, вы же маску, вы в маске вы оденете ее. Только что, смотрите, охрана вообще не должна разговаривать. Только что подошел старший, который такую блевотину произнес. Я попросил в маске. Оскорбление это блевотина, да? Блевотина это не оскорбление. Да, я же не назвал человека этим. Я говорю, что человек произнес нечто, не являясь некомпетентным. Потому что я в маске попросил оформить товар. На что сотрудник начал мне рассказывать, как я должен упаковывать этот товар, как я буду расплачиваться. Это не его дело. Я одеваю маску и прошу оформить эти товары. Спасибо. Я делаю это? Здравствуйте. Айдаров Руслан. Руслан, как у вас получится? Дмитриевич. Руслан Дмитриевич Старукин, Ярослав Петрович. Очень приятно. Журналист. Очень приятно. Проект Глобальная Волна. Я попрошу пробить вот этот товар. Пожалуйста. Будьте любезны. Ну тут было целое представление. Вы дайте вашу почту, я вам пришлю ссылку, где посмотрите сюжет. Акстан, делаешь мне ответ? Ну вы посмотрите, там ситуация такая. Сотрудники неправильно носят маски и добиваются от граждан. Ну, принципиально было, что вот это типа не маска. И отказывались отслужить покупателей. Мне пришлось вступиться. Андрей! Интернет-телевидение. Глобальная Волна. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Помог? Да. Ну спасибо вам. Вы же не специально забыли маску, да? Нет, я просто не вижу. А маска. Понятно. Это лично от меня упакованная маска. Вот, вот, вот. Ну мы к этому и подошли. Слава Богу. Спасибо большое. Спасибо большое. Решили вопрос. Спасибо, пожалуйста, маска. Я не вижу проблемы здесь. Спасибо вам. Подарк, да. Спасибо. Как бы мы друг друга поняли, это главное. Да, главное, чтобы покупатели остались довольны. Хорошо. Этого мы и как бы добивали. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну что, дорогие друзья, на этом инцидент исчерпан. Большое спасибо. Спасибо.